Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос и хотел бы поделиться с вами своим мнением, как вы говорите со стороны. Значит, вы пишите в СМИ, как такового у нас нет, общаться и воссоединяться, вроде как, пытаемся в основном на определенных событиях, да, но потом начинаются раздоры, споры, вымогательства и так далее. И ведение своей игры, как вы говорите. Значит, вот понимаете, в чем дело? Если вы поставите себя своей семьей так, как хотите вы, то первое время к вам так или иначе будет приставать. Потому что, ну, как-никак, семья считает, что вы должны, должны там, что-то для них делать, для них делать, да? Вот, семья хоть будет пытаться вас использовать, и надо сказать, что данное поведение, оно совершенно нормально. И если эти люди не могут вести себя иначе, кроме как только, вот, значит, делать различные подлянки вам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то, естественно, вам с ними нужно вести себя в первую очередь. Честно. 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 Так, как, ну, они того заслуживают. Так, как вам, вот, ну, кажется правильным и верным. То есть, вам нужно вести себя с ними, чтобы в первую очередь были защищаемы ваши интересы. И для этого необходимо вам, на мой взгляд, один раз, вот один раз, просто один раз поставить себя так, значит, чтобы они поняли и увидели, что вы будете, там, например, продвигать, допустим, свою линию поведения. То есть, чтобы они увидели, что вы будете в любом случае защищать, там, допустим, себя. И чтобы у них не было, как таковой возможности ожидать чего-то от вас на эмоциональном и, значит, материальном, как бы, уровне. Да? Чтобы вот и вы, и они четко понимали для себя, чего, например, можно ждать от вас, чего можно ждать, например, от, скажем, от них и все. Но эту честность вам, к сожалению, эту честность вам придется отстаивать свою. То есть, они не дадут вам так просто уйти, грубо говоря, из их жизни. Они будут пытаться вас вернуть, они будут пытаться вас как-то направить в свою сторону и так далее. И это поведение, вот это поведение, само по себе нормально. Это поведение само по себе для них естественно. И вам нужно это поведение, ну, по сути дела, принять. Потому что, опять же, опять же, ситуация такова, что по-другому, по-другому просто напросто не получится. Далее, вы пишите, я хочу поставить себя так, чтобы мои родственники оставили меня в покое и чтобы этот разрыв не сопровождался потом болезненным скандалом и многолетними судебными тяжелами. Понимаете, в чем дело? Люди, если они, вот, настроены на то, чтобы с вами, ну, грубо говоря, чтобы с вами вступать в тяжбы, да? Если люди настроены на то, чтобы с вами как-то вот там судиться, да, и прочее, прочее, прочее. Если люди на это настроены, вряд ли вы сможете это вам избежать. Потому что, объективно, что бы вы ни сделали, если вы делаете это для себя, если вы делаете это для своей выгоды, то это будет вас принято негативно. Другое дело, что для вас важнее, то есть вот если вы нанимаете позицию обособленную, то в таком случае, конечно, как бы реакция родных не доставит себя в штате. Это будет негативная реакция, но одно дело вести судебные тяжбы и общаться с ними только, например, через адвоката, допустим. И совсем другое дело, значит, постоянно изматывать себя ложью, постоянно изматывать себя, например, помощью тем, кто, ну, кто вам не по душе. То есть здесь, на мой взгляд, вот вам само надо решать, чего вы хотите и как вы хотите. На мой взгляд, здесь у вас из двух зон вам нужно здесь выбирать меньше, потому что, ну, вот как видите, ситуация такова, что ваши родные достаточно категорично настроены. И, соответственно, если это так, то поменять их, изменить их позицию у вас вряд ли получится адекватно. И, исходя из этого, я могу сделать такой вывод, что вам просто нужно для себя определить приоритет, что для вас важнее, эмоциональное или дематериальное. Если важно, важно эмоциональное, то, возможно, материально придется поступиться или за материальное придется побороться, ну, в каком плане побороться. Если вы, например, скажете, что, или, знаете, даже говорить здесь не надо, а просто, если вы, например, перестанете как-то отвечать этим людям, например, взаимностью, если вы перестанете как-то с этими людьми, допустим, взаимодействовать, да. Если вы не будете этого делать, и если вы, по сути, исчезнете из их жизни, там, не будете, скажем, никак вообще с ними взаимодействовать, то понятно, что это породит определенную негативную реакцию. Ну, вы к этой негативной реакции уже будете готовы, а раз вы будете к этой негативной реакции уже готовы, то, соответственно, она будет менее болезненная для вас. И в этом, в этом контексте, в этом контексте вам просто нужно для себя определить, что для вас важнее, что для вас более сцена. В принципе, материальное можно, например, восполнить самостоятельно, своим силам. Но если вы считаете, что это важно материально, тогда придется эмоционально как-то вот все это терпеть. Если же вы решаете, что материально для вас, ну, не так важно, и что вы, в принципе, могли бы там, грубо говоря, обойтись без материального, то тогда эмоционально будет для вас куда более легким, куда более позитивным и так далее. То есть вам, еще раз повторюсь, здесь нужно именно расставить свои приоритеты. Это вот самое, на мой взгляд, главное. Далее, значит, вы пишите, что один психолог в приватной беседе посоветовал мне отказаться в их пользу от всего материального, чтобы, значит, чем бы пришлось делиться, и они либо с удовольствием о тебе забудут, либо ты будешь для них самым любимым и желанным гостем в их доме. Этот момент мне не кажется правильным, потому что дело в том, что эти люди, они вас используют для себя. То есть они, даже если вы отказываетесь от всего, они все равно будут вас использовать, потому что вы им нужны для того, чтобы реализовывать свои собственные желания, свои собственные потребности, чтобы на фоне вас как-то самоутверждаться. И эта потребность не уйдет, если вы согласитесь на все уступки, там, пойдете на все, значит, компромиссы ради них. Это не изменится. В этом основная проблема. Это не изменится. Именно поэтому вам нужно выбирать то, что для вас важнее. И просто-напросто отставьте это наименьшей ценой, которая возможна. И все. Они от вас не отстанут. Это, ну, совершенно наивно, наивно надеяться, что они забудут о вас. Что и что ее умница-подруга так бы и поступила, и что ее умница-подруга так бы и поступила, сплотила на свой покой, который ей дороже, к примеру, доля на земельном участке. Это что, вам психолог так сказал или что, что у нее умница-подруга, которая бы так поступила. Если это психолог вам сказала, то это, ну, конечно, ничего криминального, но надо сказать, что и хорошего, хорошего в этом мало. Психолог вообще-то не должна так говорить. Мне кажется, это не ревноценный обмен. Вам правильно так кажется? Потому что вы чувствуете, что этим дело не кончится. Я не хочу с ними общаться, не хочу, в общем, изобразить семью. Вот. Потому что ваша вездная сестра воспринимает, как слабость. Но в то же время, когда обратная сестра нужна, к примеру, панчевщика, у секса в своя жизнь. Вот. Есть у меня способ помочь себе выйти из этих динструктивных отношений? Есть. Есть. Есть у вас способ помочь себе выйти из этих динструктивных отношений? Да. Этот способ, как и любой другой способ, потребует от вас определенных усилий. Вот. Потому что, ну, без усилий ничего не нормальное, к сожалению. Да. Вот. Значит, самый лучший вариант, который вас устраивает. Вот. Самый лучший вариант, который вам вообще, ну, вот, для вас этот вариант. Это, если вы установите четкие границы своего, например, поведения, своего отношения к своей семье. И для себя поймете, чем вы без вреда себе и без ущерба себе сможете им быть полезны. То есть, чем вы можете им помочь, что вы можете для них сделать абсолютно и полностью без ущерба себе. Вот это, пожалуй, самый важный момент, на мой взгляд. Потому что, с одной стороны, вы дадите им таким образом понять, что, в принципе, вы готовы для них что-то делать, но только в рамках, только в рамках дозволенного вам. И все. Не больше и не меньше. Определите для себя вот эти самые границы. Не хотите быть вежливым? Вежливым не надо. Не хотите изображать чувства? Не надо. Вот, но скажите своим родным, например, что, если им понадобится помощь от вас, допустим, то вы с радостью для них сделаете то, что вам покажется, ну, как-то, вот, именно, знаете, как-то приемлемым. Вот этот момент, момент приемлемости своей активности, момент приемлемости своих действий и является самым главным. Сможете это ограничить, сможете настоять на этом, потому что изначально ваши родные, ну, скорее всего, они не захотят принимать вашу такую позицию, они будут вас обвинять и так далее. Но, если вы сможете на этом обстоятельстве, то свой выбор вы сможете обстоять, если вы сможете для них что-то сделать в рамках этого выбора своего, то я думаю, что со временем они просто примут вот такую вашу модель поведения, они примут такой ваш выбор, такой ваш образ, и приняв это, они уже просто-напросто смирятся. Вопрос только в том, когда это произойдет. Вот, вот, скоро и быстро ждать это не стоит. Если это случится, то случится это достаточно постепенно. Происходить-то будет достаточно постепенно для вас. Но, тем не менее, если вы будете последовательны в своем поведении, если вы будете настойчивы, если вы будете, как бы, приверженцем того, что вы выбрали, приверженцем своего выбора, то есть, если вы будете держать свое слово и будете действительно делать то, что вы, ну, что-то для них будете делать, но при этом не вовремя себе, то это вызовет просто-напросто, даже не уважение, а просто, ну, что делать, ну, только принять оставаться. Вот, это для вас самый демократичный вариант. Либо, как я уже сказал, вы можете определить для себя приоритет, то есть, что для вас важнее эмоциональное, материальное, и, исходя из этого, действовать. Если, ладно, материальное, то, соответственно, имеет смысл, это материальное стараться как-то получить в свое распоряжение, то есть, в свою собственную, чтобы это у вас никто не отсыдил. То есть, тут можно сыграть, например, сыграть в чувства, потерпеть своих родственников какое-то время, а потом, когда вы получите что-то, получите то, что вам нужно, сразу же перестать к ним проявлять какое-либо внимание. То есть, если это уже будет ваша собственность, то, соответственно, никто этого у вас не отсыдит. Если такая позиция невозможна, и если вам важно эмоционально, то, соответственно, в таком случае действует немножко иначе. Как я уже вам сказал, если будут судебные тяги, то делать это нужно не через адвоката, общаться с ними только через адвоката, то есть, полное отгрожение от них на эмоциональном уровне и так далее. Этот вопрос решать только вам. Мне кажется, что наиболее продуктивным вариантом, наиболее прогрессивным вариантом является именно тот самый первый вариант, то есть, когда вы очерчиваете чёткую границу того, что вы можете для них сделать. Но это решать только вам, соответственно, на этом я свой ответ завершил. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!